Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас долгожданная кухня красоты! Ой, кто первый раз о меня не знает, на этой кухне красоты было столько всяких разных покрасок. Я красила свою подругу. Самое интересное, что это всё были эксперименты, и сама ее в разные цвета здесь красилась. Но почему-то ко мне профессионалы меня, значит, хают и говорят, что я ничего не умею делать, а люди добрые обращаются ко мне как к профессионалу и говорят, посоветуй, Селена, чем покраситься, что лучше. Ну, я, конечно же, их отправляю к профессионалу, потому что я экспериментатор, и экспериментатор только со своими волосами и с волосами своей подруги Кристины. Канал на нее тоже оставлю внизу. Мы, в общем, из черного выводили ее в светлый, и до сих пор у нас все эти эксперименты не заканчиваются. Да ладно, давайте начнем про мои волосы. У меня отросли корни уже, и пора уже краситься. Хорошо. Последний раз очень много мне задают вопрос, чем я красилась. Мой цвет волос, он мне очень нравится. Сейчас у меня 1075 Estelle, Estelle Deluxe. Estelle Deluxe я выбираю, можно просто Estelle красить, вот как сейчас, да, и покупать к ним хек, такое масло специальное, которое смягчает волосы, восстанавливает там. В общем, не так сильно жестко, да, всё это происходит, в общем, для волос, да. А можно взять Deluxe Estelle, там уже все эти масла внутри, но он в два раза дороже, да, там, примерно. Цвета все идентичные. Сейчас у меня он такой, знаете, может быть, легкая где-то розовинка, теплинка. В общем, очень красивый золотистый цвет, 1075. И вот после того, как я им накрасила, уже прошло, я не знаю, больше месяца, он уже и смылся, и всё равно он остался вот таким красивым. Но в последнее время я начала смотреть на свои старые видео, вспоминать. У меня всё-таки был более холодный цвет, хотя мне этот очень нравится. Я прям думаю, блин, блин, а может оставить? Но ничего страшного, я думаю, если вдруг захочется, то я снова притонируюсь немножечко на полторашечки этим цветом. Но сейчас я хочу сделать более холодный цвет. А так как у меня такие, видите, темноватые корни, и вот здесь по длине всё более светловато, мы будем красить на разных оксидах. Итак, у меня целый рецепт. Я сходила в свой магазин Твиги, который находится в Меге. Там работают профессионалы, они обучают их колористике и всё такое. То есть они сразу подберут цвета, где там вам нужно убить желтизнинку, чтобы не появилось зеленинки, чтобы всё было красиво. Они, в общем, подбирают в пропорциях все эти цвета. Обычно они могут даже выбрать вам один цвет какой-то, смотря, что вы хотите, да? Но я захотела что-то такое эдакое, и мы выбрали целый рецепт. Я надеюсь, что мой малыш не проснётся, потому что он спит уже час, и он может проснуться через полчаса, а может через час. Я надеюсь, что всё будет хорошо, я смогу снять это видео. Значит, смотрите, я взяла в этот раз обычный эстель, не делюкс. И отдельно взяла вот такой вот хек. Это хром, хромоэнергетический комплекс, 56 рублей. Мне показалось, что так будет дешевле. Значит, смотрите, здесь у нас такая смесь. Ой-ой-ой, что будет? Конечно, здесь будет присутствовать мой 1075 номер. Но он будет присутствовать в меньшей самой степени. И остальные цвета – это 1016 и 1076. То есть один из них убивает желтизну, другой не даёт проявить зелинце. В общем-то... А, нет, вот здесь. В общем, здесь убивает желтизну. Что-то, короче, из них что-то делать я уже забыла. Ну, в общем, вот такое сочетание. И будем мы всё это делать как? Вот у меня ещё есть два оксида. 6%, 6% и 3%. Можно и на полтора по длине, в принципе, красить, но я взяла 3. Значит, смотрите, что мы будем делать? Надо мне вспомнить пропорции. Предлагали же мне ещё записать, но я говорю, запомню. На самом деле это несложно, я вспомнила. Значит, смотрите. Я знаю, что меньше всего должно быть моей краски 1075. Вообще, мне посоветовали сделать это в такой пропорции. 60-60 вот эти красочки и вот этой 30. То есть всё это мы мешаем и красим на мои волосы. Но так как я крашу на шестёрочке корни, а на троечке всю длину, то, значит, вот эту пропорцию 60-60-30 мне нужно разделить напополам. Половиной покрасить корни, остальной половиной покрасить всю длину. И сейчас я сделаю пополовиночке этой краски 30-30, 15-10-75. И нанесу на корни на 6% оксиде. На красочках есть здесь вот миллиметраж всего. Это значит, я до 30 вот так вот выжму. 30 на одной, 30 на другой. И 15 вот я уже выжала. Это 10-75 моей красочки. Всё, здесь у меня получилось 15 миллилитров 10-75 моей. В общем, да, мой малыш проснулся и теперь всё намного сложнее. Но раз я начала, то я доделаю дело до конца. Значит, 15-10-75, остальные по 30 я сюда выдавила. Дальше я кидаю сюда одну на 60%, одну на 6% и немножечко добавляю там 13% с другой красочки. И всё это перемешиваю. И для того, чтобы не воняло всё это аммиаком, то я это перемешиваю всё на воздухе, для того, чтобы аммиак немного выветрился. И тогда без запаха вполне комфортно можно наносить на корни. В мультике, кстати, мы включила какой-то шалун Вова. Все серии на полтора часа. Но я постараюсь больше. Перчатки я использую всегда с каких-то красок у меня вот пооставались одноразовые. Кто-то спросил мне, почему я не купила профессиональные перчатки. Во-первых, я не часто крашу, зачем мне профессиональные. Во-вторых, я как-то взяла в фикс-прайсе специальное такое, знаете, вот покрывать. Всё это дело. Его потом нужно мыть. Мне проще пакеты из мусора, знаете, вот так отдел на себя, а потом выкинул. Это проще, чем мыть потом от краски всю эту штуку. Ладно, всё, приступим к крашу корня. Я не профессионал, поэтому мне ничего профессионального не нужно. Зеркало-то где? Пожалуйста, мой котик терпеливый, дай мне накрасить голос. Ровно 10 минут мне понадобилось для того, чтобы нанести весь этот состав на корни моих волос. Теперь я разведу оставшуюся к куже пропорцию и по всей длине протяну на 3% оксида. Да, когда малой проснулся, это уже совсем непросто. В общем, я всё сейчас развела на 3%. В общем, сейчас мы всё по остальной длине разбросаем по-быстрому. Дэнечка, будь терпелив, мой зайчик, мальчик. Мама так хочет быть красивой. Сейчас я всё это нанесу, потом прочешу каждую прядку. Всё, я закончила. Вот вам и мастер-ломастер. Угадайте, что я забыла? Да, я забыла наш хромоэнергетический комплекс. Я не знаю, можно ли так сделать, но сейчас я открою, нанесу на руки и вот так вот по... Всем волосам распределю хотя бы один. Что-то вот так надо, да? Ой! Так распределяю. Ну, хоть так, а что делать? Больше по длине я сейчас сделаю. Распределю. Ну ладно, всё. Видите, уже сиреневый цвет появился. В общем, мне любопытно, что получится. А пока я пошла к малому своему, и иногда я восхищаюсь просто его терпением, он тихонько просидел всё это время. Всё, жду я там сколько? 35 минут? 30, и потом я всё это распределю ещё с водой, и минут 5 подержу, и будем смывать. Ну что, прошло у нас где-то полчаса. Сейчас я пойду водой всё это сделаю, проэмульгирую, да, или проэмульсирую, что там правильно называется, и подожду ещё минут 10. И буду всё потом смывать. Вот я всё проэмульгировала. В общем, всё это взбодрила водичкой. 10 минут и смывать. Вот что после всех манипуляций осталось от моей косметики. В общем, всё. Сейчас я посушу всё, и потом расскажу свой уход после всех этих экспериментов, как я ухаживаю за волосами. Большинство моих зрительниц знают, что у меня прекрасные, здоровые, блестящие волосы, и всегда спрашивают про мой уход. То есть, мои волосы можно посмотреть у меня в Инстаграме, но, в принципе, на многих видео, кто постоянно смотрит мои видео, знают. И я скажу, допустим, значит, что обычно, что всегда, что сейчас, как бы, в общем-то. Я нашла для себя находку Фаберлик. Это шампунь и бальзам. Вот такой вот серии BioArctic. Это бальзам. Вот такой вот. Меня полностью устраивает шампунь. И бальзам просто замечательный, потому что это 79 рублей, и реально волосы как шок после водички. От других такого нет. Также я заказывала себе Рише. Мне очень нравится у них шампунь. И частенько я вот, ну, пока у меня он есть, я его пользую шампунь. Он сделан из натуральных всяких ингредиентов. Мне нравится. И он очень хорошо пенится. То есть, его совсем немножко надо. Прекрасный у него запах. То есть, я его вот пока заканчиваю. Сейчас я мыла голову им. Есть вот такое средство, которое тоже мне досталось на тест. Это такой люминойл. О нем очень много ходит в интернете. Всяких хороших отзывов, что он очень прекрасное средство восстановляющее. Что оно делает с волосами? То есть, его применяется между шампунью и кондиционером или маской. Его наносят на волосы. Он расширяет наши чешуйки. И благодаря этому в эти чешуйки попадает наш бальзамчик или что-то другое. И хорошо восстанавливает наши волосики. То есть, сейчас, я не знаю, надо было делать или нет, потому что после краски все равно, по-моему, чешуйки в разные стороны. Но я сделала ненадолго, на 5 минут. Вообще его 10 минут нужно наносить. Да, действительно, после него любое средство, любые маски, они подойдут, и волосы будут как шелк. Потому что, ну, действительно, средство дорогое, но оно эффективное. Мне нравится. И, как я понимаю, оно такое лечит. То есть, это не косметический эффект. Также иногда я от Рише восстанавливающий бальзам тоже использую. Но чаще я использую вот этот бальзам, потому что восстанавливающий не дает такой эффект шелковистости, как у Фаберлик. И вот тут недавно мне, значит, посоветовали вот такую вот маску Лондо. Это профессиональная маска. Сейчас я ее нанесла. Она просто офигенская. У нее приятный запах. И, действительно, волосы после нее очень классные. Вот она целая, огромная. Я думаю, я ее очень долго буду использовать. Вот такой вот еще у меня бальзамчик. Но вот чтобы с собой взять, знаете, на скорую руку и офигенский результат, то это вот этот бальзам уже все мои подруги им пользуются. Я уже тысячу раз во всех видео это говорила. Вот, в принципе, весь мой уход. После того, как я посушу волосы, я обязательно сбрызгиваю каким-нибудь кондиционером. Мой любимый это Дав. Сейчас у меня какой-то от Фаберлик для легкого расчесывания. И кончики, прям самые кончики я всегда смазываю каким-то маслом. Сейчас у меня Горнье. До этого было Шварцкоп. Что мне очень нравится, Шварцкоп. Я к нему вернусь, когда закончится Горнье. Все, пошла сушить теперь волосы. Все, мои солнышки, я пришла показать вам цвет волос, который получился. Да, он получился сероватый такой. Ну, я не знаю, мой не мой. Очень мне он напоминает 116 цвет Estelle, которым я красила. Может быть, ну, чуть-чуть светлее, да. Чуть-чуть он чуть-чуть теплее. Может быть, и не стоит. Корни все равно у меня тепловатые, поэтому мне больше подходит в идеале 10-75. И вполне возможно, когда этот смоется, я все равно продолжу красить 10-75. Но посмотрим, как этот будет смываться. Потому что этот оттенок обычно держится буквально там 1-2 помывки. А потом он уже более-менее в то, что получается. Я не совсем хорошо досушила волосы, потому что у меня ребенок просто не дает мне вообще про отдыху. И вот я сейчас убиралась и гонялась, чтобы просто выклинчить вот это время. Значит, вот это масло, о котором я говорила, и вот этот спрей, которым я сейчас свои волосы пшикаю. Все, мои хорошие. Надеюсь, вам понравилось. Если кто-то любит экспериментировать с оттенками, вот я, например, люблю. И, пожалуйста, серенький. Как мне, кстати, серенький? Как вам больше нравится? Вот такой пепельный цвет или цвет, который у меня был до этого 10-75, скажите? Мне кажется, что 10-75. Хотя мне оба идут эти. Ну, просто 10-75 взял и развел без всяких вот этих вот, знаете, рецептов. Все, мои хорошие, я вас люблю. Я с вами прощаюсь. Вот и вы и дождались своей кухни красоты. Все, прощаюсь до следующего видео. Ждите новые интересные видео. Люблю вас, целую, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова